Я хотел бы рассказать вам одну историю... Ой, я не представился. Я Кадзе, мне 14 лет. Вы знаете, я вполне уверенный в себе мальчик. Когда я был помладше, я часто встречался со своими друзьями, общался с девочками и мальчиками. Но вот чтобы всерьез с девочкой встречаться... Ну, у меня такого не было. У нас в классе учится одна девочка, на которую раньше я не обращал внимания. Ее зовут Фуджина. У нее пурпурные волосы. Я никогда не видел девочек с таким цветом волос. Почему-то я ей понравился. А она... Ну, поначалу я как-то не задумывался о ней. Но Фуджина мне часто улыбалась, когда меня видела. Привет. Привет. Я не понимал, что от меня хочет Фуджина. Нет, она не переставала ко мне. Но она всегда обращала на меня внимание. Нет. А что это с тобой? Ну, просто... Просто мне понравилось, как ты на меня посмотрел. Да? О, у тебя такие волосы необычные. Пурпурные. Нигде таких не видел. Спасибо. Однажды после школы я шел домой. Я думал о своем. И тут ко мне подбежала Фуджина. Привет. А? Привет. Снова улыбаешься? Ага. А знаешь, почему я тебе улыбаюсь? Почему? А потому что ты мне очень-очень нравишься. Нравлюсь? Угу. Ну... Я... Даже не знаю, что сказать. Это... Это приятно. Правда? Да. Чего ты покраснел? Эй, я же ничего такого не сказала тебе. Ага. Ой, забыла сказать, как меня зовут. Я Фуджина. А тебя как зовут? Меня зовут Кадзея. Очень-очень рада познакомиться. И я рад. Эм... Эм... Ты что-то хотел мне сказать? Может, проводить тебя до дома? Давай. Я не против. Мы шли. Фуджина была в хорошем расположении духа. Она смотрела на меня и радовалась. Я был спокоен. Когда я смотрел в сторону девочки, она тут же радовалась. Вскоре я проводил Фуджина до дома. Спасибо, что проводил меня до дома. Мы хорошо прогулялись. Кстати, а ты где живешь? Вон там. Мой дом между белым и желтым домом. Я поняла. Может, мы завтра прогуляемся после уроков? А... Ты приглашаешь меня на прогулку? Это классно. Я хочу с тобой погулять. Хорошо. Давай после уроков встретимся у школы. И пойдем гулять. Договорились. Тогда до встречи. Мы с Фуджина стали периодически встречаться. Бывали у нас и забавные случаи. Я помню, хотел надеть куртку, но я запутался. Ну... Что это ты делаешь? Ой. Да... Я... Да я тут куртку хочу надеть, но... Что-то я запутался. Сейчас... Сейчас... Давай, я тебе помогу. Фуджина мне хотела помочь. А в итоге я так взмахнул курткой, что мы вместе оказались в одной куртке. Ой. Ой. Ничего себе, как я взмахнул курткой. О, мы смотрим друг на друга. Да. А однажды, когда мы гуляли, Фуджина решила взять меня за ручку. А что еще удивительнее, она меня назвала Кадзуэкун. Ты не против, если я тебя возьму за ручку, Кадзуэкун? Нет. Я... Не против. Я рада. Ой, я даже не заметила, что стала тебя называть Кадзуэкун. Хотя мне иногда хочется называть тебя Сэмпаем. Если ты хочешь, можешь называть меня Фуджина-чан. Хорошо. Мы с Фуджина в тот же день решили отправиться в сад и посидеть на лавочке. Ах, красота! Это прекрасный садик. И мы сидим вдвоем. Ага. Это так мило. Мило-мило-мило. Ага. На солнце твои волосы такие яркие. Здорово. А тебе нравятся только мои волосы? Или я нравлюсь тебе? Ты мне нравишься, ты. Совсем не важно, какие у тебя волосы. Самое главное, какая ты. Да. Помнишь, я говорила, что ты мне нравишься? Так вот. Сэмпай. Я... 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 Ты полюбила меня? Да. Ты угадал. Я... Я, похоже, тоже тебя полюбил. Ты хорошая. Правда? Раз так, то... Кадзекун. Я хочу... Я хочу тебя поцеловать, если ты не против. Кадзекун. Ну... Да. Можно. Кадзекун. Тебе понравилось? Да. А я... Могу тебя поцеловать? Да. Можешь. Ммм. Ах... Ух ты. Кажется, я начинаю таять от любви. Хе-хе-хе. Это так здорово. Сэмпай, мне так хорошо. Правда? Угу. Это здорово. Позже я проводил Фуджина до дома. Перед тем, как пойти в дом, она решила спросить. Послушай, я хотела бы снова с тобой встретиться. Мне с тобой очень хорошо. Когда мы увидимся? Давай завтра. О, а хочешь, приходи ко мне в гости. В гости? Да. Никого завтра не будет. Я буду один дома. Но... Я... Не бойся, я тебя прошу. Я тебя не обижу. Я тебе верю. Просто... Я немного стесняюсь. Не стесняйся. Завтра после школы можем встретиться в садике, где мы гуляли, если хочешь. Давай. Мне этот садик понравился. Спасибо тебе за этот волшебный день. Я тебя очень люблю, Кадзекун. Увидимся еще. Пока. Пока. Я помню, мы встретились потом после школы. И Фуджина пошла ко мне в гости. Я решил ее угостить. Проходи. О, здесь чисто и уютно. Да, здесь чисто. Ты, наверное, голодная. Я хочу тебя угостить. Я сделал для тебя лапшу с курицей. Ого! Я хочу попробовать. Сейчас погрею и угощу тебя. Хорошо. Так, вот. Готово. Кушай. Приятного тебе аппетита. Спасибо. О, вкусно. Очень вкусно, Кадзекун. Я старался. А потом, я помню, мы сели на диван. И Фуджина-чан стала меня обнимать и целовать. Ой, что это ты делаешь? Я просто очень-очень рада тебе. Ой, ой, ой. Ну, чего ты? Я что-то не так делаю? Я... Я просто не ожидал. А если я так же буду тебя целовать? Ой, мне... Мне так приятно. Отчего ты смеешься? Потому что мне приятно. И мне хорошо с тобой, сэмпай. Как классно. И мне классно. Ты весь покраснел. Ты тоже. Я? Ага. А-а-а. Ну да. А чуть позже я проводил Фуджина-чан до дома. Вот мы у моего дома. Спасибо, что проводил меня. Да не за что, Фуджина-чан. Давай мы будем встречаться тогда, когда захотим. Главное, чтобы нам было хорошо. И чтобы мы друг другу не надоели. Я тебе не надоела? Нет, все хорошо. А я тебе не надоел? Нет. Ну что ты? Мой любимый сэмпай. Моя пурпурно-волосая Фуджина. Все было хорошо, пока однажды не произошло вот что. Я как-то раз разговаривал с девочками в классе. Фуджина увидела меня. Она почему-то подумала, что я ей стал неинтересен. Она заплакала и побежала. Что? О, нет. Неужели Кадзекун разлюбил меня? Нет. Только не это. Фуджина, стой! Ты куда? Ты хочешь бросить меня? Ты не любишь меня? Нет! Ты все неправильно поняла! Вернись! Вернись! Я тебя прошу! Фуджина Чан выбежала на улицу. Я побежал вслед за ней. Она вскоре оказалась у дороги. А там ехали машины с бешеной скоростью. Стой! Что ты делаешь? Ой, мамочки! Я вовремя успел схватить Фуджина. Она чуть было не попала под машину. Что ты делаешь? Ты понимаешь, что ты могла погибнуть? Кадзекун, я... Я... Сэмпай! Выслушай меня, Фуджина Чан. Я не собирался тебя бросать. И не хочу. Я хочу быть с тобой. Я люблю тебя. Мне не все равно, что с тобой. Понимаешь? Я люблю тебя. Правда? Ты правда меня любишь? Ну, конечно. Ах, глупенькая ты моя. Ну, не выдумывай ничего. И не ревнуй меня к девочкам. Я просто у них спросил, как дела. Не ревнуй, я тебя прошу, не надо. Я все равно люблю только тебя. Тебя. Хорошо, хорошо. Прости меня, пожалуйста. Глупая я. Не плачь, не надо. Успокойся. Я тебя очень-очень люблю. Я не могу без тебя. Я очень хочу, чтобы у нас все было хорошо. Я не буду тебя ревновать. Прости. Ты, главное, не забывай про меня. Не буду. Я буду помнить о тебе. Я тоже очень-очень люблю тебя. Спасибо. Спасибо, Кадзе-кун. Послушай. А пойдем ко мне? Посидим, может, чай попьем. С удовольствием. Мой любимый сэмпай. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Обожаю тебя. Пусть у нас все будет хорошо. И пусть мы будем счастливы. Всегда. Да. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok